На прошлой неделе региональный избирком обратился в суд с требованием отменить регистрацию кандидата Валентина Коновалова, основание нарушения при подаче документов. Такое же требование выдвинул и Александр Мяхар, обвиняя своего оппонента в нарушении выборного законодательства. О громких судебных разбирательствах в Рео главы Хагасии Михаил Развожаев узнал, находясь в рабочей командировке в Москве. Вернувшись в республику, он первым делом встретился с инициатором этих дел. Когда меня назначали, Владимир Владимирович поставил одну из важнейших задач обеспечения прозрачных, честных и законных выборов. Вместе с тем я внимательно ознакомился вчера и сегодня с материалами исков и понимаю, что здесь сделано все правильно, но тем не менее сами причины носят формальный юридический характер. И мне кажется, что в настоящее время необходимо сделать так, чтобы все-таки процесс политический в Республике Хагасия закончился более завелением граждан, а не в суде. И уже сегодня судебные иски в отношении Коновалова были отозваны как со стороны избиркома, так и со стороны Александра Мяхара. Решение прокуратуры принято признать обоснованным, но не подлежащим исполнению, так как сроки по нему истекли. Избирательная комиссия считает, что представление прокуратуры является законным и обоснованным полностью, но с учетом проведенных консультаций и соблюдения всех сроков, которые у нас установлены, законодательственно определены, наиболее логичным выводом из данной ситуации является отзыв иска. Напомним, что Валентин Коновалов при регистрации своей кандидатуры допустил ряд серьезных технических ошибок, банальные опечатки. Наблюдатели отметили непрофессионализм его самого и его помощников в сфере юриспруденции. По мнению руководителя региона, решения избирательной комиссии и прокуратуры юридически безупречны, но на основании технических процедурных ошибок решать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата недопустимо. Жители республики должны сами решить судьбу региона, подчеркнул Михаил Развожаев.